Тема, конечно, она максимально страшная. Я скажу без других эпитетов. Она ужасающая. И сегодняшнее происшествие на временно неподконтрольной территории Украины в Донецкой области, в той же Еленовке, о которой сейчас шла речь, ну, светлая память только всем погибшим украинским военнослужащим, погибшим вследствие российского обстрела неподконтрольной территории Украины. По данным российских СМИ, 53 человека уже погибли на момент, когда мы сейчас с вами разговариваем. Я бы хотел, Геннадий Владимирович, чтобы вы оценили подобные происшествия, которые были не один раз с точки зрения политика. Человека, который знает внутреннюю ситуацию в российском прогнившем политикуме. Подобные действия, они производятся, по вашему мнению, для чего? Это какой-то вызов украинской власти, это какой-то вызов мировому порядку, это просто провокация глупая. Вот по вашему мнению, зачем происходят подобные вещи, зачем российские? Я уверен, что это сделано с подачки кого-то сверху. Зачем производятся подобные действия? Ну, я думаю, что сейчас Путин хочет показать всему миру, что он предельно жесток, безжалостен, что его уже ничто не сдерживает, что он готов ко всему. И это истерика, которая, к сожалению, стоит большой крови. Это истерика для того, чтобы заставить мир с ним договариваться. Никакой иной цели он не ставит. У него нет ни уже военной цели покорения Украины, он понимает, что это невозможно. У него уже нет никакой военной цели установления какой-то власти. У него есть цель только одна – найти выход из войны такой, чтобы он мог объявить себя победителем. И в этом смысле он творит самые жестокие вещи, чтобы показать всем миру, что он готов к применению ядерного оружия. Я не вижу никакого иного смысла в запредельной жестокости Путина, в запредельной жестокости обстрелов, убийств, мирных граждан, детей, женщин и так далее. То есть совершенно понятно, что он боится применять ядерное оружие и хочет на блефе выиграть. Ну, по крайней мере, выиграть то, что он может выиграть. Сейчас он на максимуме. Он пытается из этого максимума, я имею в виду максимума того, что он мог сделать, мог захватить. Это там 125 тысяч, как говорят эксперты, километров захваченной украинской территории. И вот сейчас он делает все, чтобы потрясти Украину, своей безумной жестокостью, мир, и заставить с собой вести переговоры, чтобы постараться выжить в этой ситуации. Для Путина это вопрос выживания. Выход из войны – это вопрос для него выживания. А так как он очень боится умереть, так как он фактически, так сказать, там, но по большому-то счету приговорен, если так можно выразиться, в своей же собственной элите, если он проиграет эту войну. Я думаю, что вот эта жестокость его и объясняется тем, что нужно любой ценой заставить Украину, и мир, сесть с ним за стол мирных переговоров, чтобы прекратить это смертное убийство. Другого варианта у меня нет. Ну и плюс, конечно, провокации, которым мы нужны, хоть как-то оправдать свою звериную жестокость. Вот эти провокации, вот я, я не знаю, я сегодня потрясен. Я сегодня разговаривал там в своей стране с теми людьми, которыми я связываю многие годы, десятилетия. Я потрясен. Они считают, что все это обман, что там воины не грабят, что в Буче они не убивали, что какие там унитазы солдаты тащить не будут, что все это ложь, что все это американцы и так далее и тому подобное. Я когда вот с людьми разговариваю в таком плане, я просто, ну знаете, это как будто такое впечатление, что ты заболела, и вот какой-то у тебя тяжелый приступ, потому что депрессивное состояние. Ты не можешь понять, как люди, которым ты вроде доверял, которым ты знаешь, которые, ну, по большому счету, не глупы от природы и так далее, они находятся вот в таком странном шизофреническом, милитаристском бреду. И я вот скажу, что, конечно, это страшно. То, что сейчас происходит в России, это страшно. Поэтому то, что мы видим сейчас, это проявление того, что Путин делает все, что ему можно, а ему Россия и значительная часть российского народа прощает все, абсолютно все. Не верит ни во что. Ни в расстрелы, ни в пытки, ни в убийство детей. Не верит в то, что дает западная пропаганда. Не верит своим глазам, когда видит видеопленки. Ни во что не верит. Верит только в какую-то непонятную доктрину Путина. И это... Я не знаю, как лечится. Я не знаю, как это лечит. Геннадий Владимирович, давайте мы продолжим и немножечко поговорим ту тему, которую мы анонсировали. Единственное, добавим еще информации относительно Еленовки. Действительно такая циничная провокация российских военных. И именно так назвал Дарпа Еленовки советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что в Еленовке нет оперативных военных целей для украинской армии. А у вооруженных сил есть все инструменты для точной идентификации объектов, которые должны быть уничтожены. Сказов снарядов, оперативно-тактических штатов, топливных баз. Михаил Подоляк также подтвердил, что часть пленных украинских защитников перевели в барак, по которому ударили за несколько дней до обстрела. Давайте послушаем. В любом случае имеет место умышленное, циничное, продуманное массовое убийство россиянами украинских пленных граждан, которое будет расследоваться офисом генерального прокурора и международными следственными группами. Очевидно, что по мере надвигающихся тактических поражений Россия будет прибегать к новым людоедским провокациям, чтобы промоутировать их на глобальные рынки, требуем немедленной и жесткой реакции ООН и других международных организаций. Россию следует исключить из любых международных институтов. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Геннадий Владимирович, давайте расширим тему. Тему мы сегодня назвали «Фильтрационные лагеря россиян для украинцев». Данные спецслужб, материали наших коллег, можно было посмотреть это все. Но я бы хотела ссылаться на 28 июля, когда состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором выступил посол миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер. Он передал свидетельство очевидцев украинцев, прошедших через «Фильтрационные лагеря», созданной России на временно оккупированной территории Украины. Я не буду все тезисы, да, я себе подготовила Карпентера зачитывать из того, что он предоставил уже в отчете официально. Ну, коротко, Кремль продолжает причинять несчастливые человеческие страдания, продолжает накапливаться сведения о том, что российские силы задерживают, похищают, применяют к мирным жителям самые садистские формы пыток, используя различные сообщения украинцев, которые пережили фильтрацию, свидетельствуют о нечеловеческом отношении оккупантов к задержанным, а также исчезновении людей в процессе фильтрации. Есть полный отчет миссии США в ОБСЕ. Всем, кто хочет почитать, узнать более информации, его можно найти. Он сейчас есть в открытом информационном пространстве. Геннадий Владимирович, на самом деле, вот мы сегодня говорим и вспоминали то, что произошло в Еленовке. Сейчас я предоставляю информацию, которая есть в отчете, который я вспоминала. Скажите, пожалуйста, неужели никто на такой огромной планете, как Земля, я понимаю, что, возможно, это риторический вопрос, и, возможно, с моей стороны немножечко где-то кто-то скажет, он очень такой какой-то простой, а неужели никто не может это остановить? На самом деле, даже для 21-го столетия ведения такой формы войны. Мы уже не говорим там о чести воинской и так далее. Но неужели никто не может это остановить, вот этот фактаж? Потому что, на самом деле, если бы это происходило там 100 лет назад, кто-то бы сказал, ну, так должно быть. Но сейчас кто может это остановить, как остановить и как быть? Ну, я, наверное, буду повторяться тысяча первый раз. Путин – это какая-то копия Третьего рейха. Путин – это новый Гитлер. Путин – это новый Гитлер. Может быть, пока еще нет с таким количеством концлагерей, смертей и так далее, но в целом, по сути, это так. Только проблема для мира одна. У Гитлера не было ядерной бомбы, а у Путина она есть. И не просто ядерная бомба, а гигантский арсенал, который способен уничтожить, ну, миллиарды на планете. Многие сотни миллионов как минимум. И это главная проблема. Это главная проблема. Не будь ядерного оружия, давно бы война закончилась. И давно бы она закончилась с полной победой демократии, над этим тоталитаризмом, над этой военной хунтой, над этим фашистским режимом. Проблема только какая? Какая еще проблема может быть? Только вооруженная. Вернее, только военные поражения. Россия в Украине это единственный способ наказать зло. Военная победа Украины в войне в этом. Это единственный способ наказать зло. Никакого другого способа не существует. Никто сейчас не встанет остановить то, что является политикой, осознанной политикой Кремля. Вся эта жестокость, мародерство, грабежи, пытки, издевательства и прочее, это является осознанной, абсолютно осознанной политикой Кремля, идущей от самого Путина, от его окружения, от всех этих военных преступников, собравшихся в Кремле. Поэтому это невозможно остановить, потому что это их концепция. Те, кто развязал войну, те, кто направил в Украину армию, те, кто убивает украинцев, те, кто развязал вражду народов и ненависть, это вот эти люди, эти люди, они проводят эти методы осознанно, это не какая-то ошибка, это не эксцесс исполнителя, это не перегибы на местах, это осознанная политика геноцида, проводимая российской нынешней политической властью, которая стала на путь буквально нацизма, фашизма. Вот и все. А так как она уничтожает граждан Украины по большому счету, по признаку национальности и принадлежности государства, это, в общем, та же самая политика господства одной нации над другой, это нацизм, фашизм в чистом виде. Поэтому остановить может только коллективное сопротивление, коллективные победы, ничего другого. Геннадий Владимирович, есть одна, вы знаете, неувязочка, относящаяся не конкретно к Владимиру Путину, не Путин нажимал на кнопки в самолете, который обстреливал Мариупольский драмтеатр, это делал конкретный персонаж, ответственный за убийство сотен украинцев. Не Путин. Вчера на видео, которое распространилось, да, я думаю, вы также слышали об этой новости, о новом факте военных преступлений армии Российской Федерации против украинцев, насилие в отношении украинского военнослужащего. Я не хочу говорить эти страшные слова в нашем эфире. Увечия мужчине были нанесены канцелярским ножом, об этом и Подоляк говорил, советник главы Офиса президента Украины, об этом говорили представители Конгресса, Пол Массару об этом даже сказал, многие другие. Коллективный Путин, как он влияет на представителей вооруженных сил Российской Федерации и на россиян. Такой ненависти, такого попросту желания убить, уничтожить, ну, страшно даже, у меня не вкладывается в голове, как человек может прийти к желанию уничтожить другую нацию. Как человек может прийти к желанию, к пониманию того, что смерти украинских детей это норма, это окей. Подобные сообщения в социальных сетях, и вы, я уверен, читали, и Лейла читала, и я читал, к сожалению, направленные от граждан Российской Федерации. Как вот складывается вот эта картинка, неужели это путинский режим 22-летний сделал это с гражданами Российской Федерации? Как эта ненависть зародилась? Ну, а вот в чем неувязка-то? Вот вы обратите внимание, вот вы себе говорите, там Путин не нажимал кнопку, Путин там не резал ножом. Гитлер тоже не нажимал кнопки, не резал ножом, не сбрасывал бомбы, не стрелял из пулемета. Это сделали его подручные, это сделали те, кому он получил уничтожать другие нации. Холокост мы знаем с вами, это уничтожение еврейского народа по принципу национальности. Да? Шесть с лишним миллионов евреев было уничтожено только потому, что они были евреями. Я уж там не говорю про всех остальных. И славянские народы. Потом, когда вы говорите, как люди могут стать жестокими зверями, ну, извините, я, наверное, может, я не к месту скажу, но у нас, наша с вами общая история, это история кровавого издевательства, геноцида собственного народа, вне зависимости от того, там, украинцы это были, русские, татары, мордваи или кто-то еще. Мы же весь 20 век уничтожали свой народ, собственный. И я посчитал, не поленился по всем источникам, которые доступны любому, я посчитал, сколько жертв всех этих экспериментов, гражданских войн, переселений, концлагерей, бездарных, сражений и прочее, потеряла страна, Советский Союз, куда мы с вами все вместе входили, за 20 век, и у меня получил страшные цифры в 65 миллионов человек. Поэтому, и при этом, если мы говорим БУЛАГ, и вообще все эти зверства, переселения, которые творили страшное зверство, которое, ну, к счастью, к счастью, пока еще не по масштабам даже и близко, не то, что происходит сейчас в Украине, с Украиной, с украинским народом, еще близко к счастью, не подходит к тому страшному беспределу, который творился в течение 20-го столетия на достаточно длительное время на территории бывшего СССР. Откуда все здесь делись? Палачи, садисты, мерзавцы, негодяи, люди, тащившиеся от издевательств, от насилия, от грабежей, от унижений. Это все, все это в нас сидело. А теперь посмотрите, вы говорите, Путин это или не Путин. Мы берем, в 1991-й год, один и тот же народ с точки зрения там менталитета, по большому счету. Все мы тоже прошли, концы лагеря, ссылки и прочее, 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 свой соток народ гробили как на территории Украины, Белоруссии, так и на территории России, так и на территории других республик. Но с 1991-го года Украина пошла путем, ну особенно с 2004-го года, пошла путем свободы и демократии, а Россия свернула с этого пути уже там в 1994-м году, в 2000-м каком-то, она окончательно встала на путь диктатуры, кровавого режима. И поэтому, естественно, за 20 с лишним лет доктрина человека ненавидничества, разжигание ненависти, оболванивание людей, превращение их в идиотов, в палачей, воинствующих идиотов, все это привело к тому, что мы сегодня с вами видим. Поэтому вина Путина, она совершенно очевидна. То есть, если 20 лет назад Украина встала на путь свободы и независимости, и мы видим другое население, другие качества, другие социальные нормы, стандарты поведения, то мы сейчас видим, а теперь посмотрите, что с Россией сделал Путин. Поэтому тут нет ничего такого, что, скажем так, отличает один народ от другого. Есть система и форма правления, власти, система отношений в обществе, в которой власть насаждают, которая приводит к тому, что рождается пачками палачи, мерзавцы, садисты, и прочие отморозки. Вот, собственно говоря, ну давайте, 1921 год, что Украина, что Россия, мы пошли один на каком путем. Просто Россия с этого пути свернула. И вот результат. Германия, над бывшим Третьим рейхом, над Германией был проведен процесс, который называется как геноцификация. Немецкий народ, как говорят немецкие аналитики, в какой-то мере не может восстановиться до сих пор. спустя даже десятилетия, скажем так. Но подобного процесса не было проведено над коммунизмом, над коммунистической властью. Не было. Такой же обличающий процесс, который обличал бы ужасы ГУЛАГа, которым вы сказали, который обличал бы... Он начался в 1986 году. К сожалению, он быстро закончился. И этого периода явно не хватило. И не хватило продолжения вот этой вот концепции отказа от всего старого, вот этого ужасного, кровавого, прошлого, которого он уже делал. И поэтому, когда все это свернулось, все эти расследования, все эти заплачения, конечно, не было юридических таких серьезных процессов, хотя кое-что шло и по телевидению везде. И вы знаете, есть там масса резолюций. Например, парламент России признал вину за Катынь перед поляками. Была резолюция российского парламента. Были еще другие заявления и там осуждение Сталина, сталинского режима и так далее. Но все это не было доведено до конца. А самое страшное, что дело даже не в резолюциях, а дело в форме правления. И в России снова установилась диктатура. Снова установилась концентрация власти в одних руках. Снова установилась концепция такой абсолютной монархии воинствующего типа. И вот все это мы с вами имеем в виде букета сейчас. Вот мы видим этого Путина, у которого, естественно, совершенно иное восприятие мира. Это ужасное восприятие мира. Это военный главный преступник планеты, который продолжает зонглировать еще ядерным оружием. Когда у меня спрашиваются там геноцификации Германии. Но я напоминаю вам историю общеизвестную, что геноцификация Германии началась после ее капитуляции, ликвидации Гитлера, его пособников и нюрненского процесса над фашизмом, над нацизмом. А в России пока ничего этого даже и близко мы не видим. Конечно, при Путине этого не будет. Это будет только если и когда в России придет власти демократические страны и демократические силы, и когда они начнут вместе со своими партнерами по Западу проводить вот эту деноцификацию, дебольшевизацию, десталинизацию, депутинизацию, дидиатизацию страны, вот тогда что-то будет. Пока это невозможно. Пока мы с вами знаем и пока мы даже не можем мечтать с вами о ГААГе, потому что пока Путин обладает ядерным оружием в Северном Кремле никакой ГААГе не будет. И вы это прекрасно понимаете не хуже меня. ГААГа может быть только в одном случае, если не только не будет Путина в Кремле, но и власти придут другие силы внутри России. То есть внешне, с внешней стороны заставить капитулировать Россию к сожалению невозможно. Потому что еще раз подчеркиваю ядерный арсенал. Невозможно. И только внутренняя смена власти и над демократической силой может привести к какому-то международному процессу над путинизмом, большевизмом, ленинизмом и так далее и тому подобное. Только так. Другого варианта нет. А сейчас пролог к этому пути может проложить Украину, украинский народ, украинские вооруженные силы, коллегиативный Запад, весь прогрессивное человечество, которое на стороне Украины сегодня. вот вот это вот вы сказали, что это может проложить Украина, украинские вооруженные силы, силы обороны, да, но какой ценой, цена мы видим очень действительно сегодняшний день даже журналистов, которые сами по себе уже давно стали очень скептичичны и ко всему относятся где-то, ну, мы же понимаем эмоции иногда с цинизмом, эмоции они иногда мешают, но сегодня действительно вы сами подтвердили такой сложный день в плане эмоциональном, потому что ну как-то мы многое видели уже, да, но как-то вчерашние кадры и сегодняшние кадры они все-таки многих выбивают и хочется понимать, хочется разбираться, но вот вы говорите Украина проложит этот путь, а вот возвращаясь к тому, чему мы говорили, вы говорите при смене власти в Российской Федерации, когда придут демократические силы, не знаю, возможно действительно они когда-то и придут, но сколько понадобится времени этим демократическим силам, чтобы поменять вот того коллективного Путина в головах россиян, про которого мы сегодня говорили, это тоже вопрос, вот я хочу и вам его адресовать, насколько удастся... Здесь давайте так, если в России не произойдет гражданской войны и территориального распада с различными воинными конфликтами, удастся удержать страну от гражданской войны, от территориального распада и дележа, в этом случае стабилизировать страну, начать процесс и прийти к серьезным результатам, изменениям общественного сознания и так далее, небольшое время, два-три года совершенно будет другая страна, совершенно другое будет мышление, совершенно другое будет сознание. Если все-таки в России скатится гражданскую войну всех против всех, и это, к сожалению, такие настроения существуют уже внутри страны, то, к сожалению, это отсрочит на неопределенное время, скажем так, процесс становления в России демократической власти и в том, что от нее останется. Мы с вами пока не можем предусмотреть, чем закончится вся эта ситуация, чем закончится крах путинского режима, то, что он будет, несомненно, но мы не понимаем пока, в каких обстоятельствах это произойдет. И еще один момент, который мы с вами тоже пока до конца не можем просчитать. Ядерная война будет или нет? Вот это мы с вами пока просчитать не будем, не можем. Я вчера там послушал экспертов, которые ссылались на американские цинк-танкс, вот эти вот аналитические центры, которые не исключают возможность применения ядерного рога. Они считают это вероятностью низкой, но они не исключают этого. И поэтому они рекомендуют правительствам западных стран не делать, как бы так сказать, излишне резких движений, а додавливать постепенно. Я понимаю, что это легко сказать, что это требует огромного терпения, мужества, крови, жертвы и так далее, но может быть все-таки если удастся миру сейчас избежать ядерной войны, об этом нельзя забывать, то это будет величайшее сильное достижение, потому что ядерное оружие сегодня, понятно, оно не уничтожит цивилизацию, оно не поставит крест на жизнь человека на земле, но оно уничтожит одну седьмую примерно цивилизацию. Это огромные потери для человечества, и никто не хочет, чтобы это произошло. Поэтому вот тут, к сожалению, мы вынуждены балансировать между двумя огнями. Я имею в виду, не мы, а весь мир, потому что все понимают, что отмороженный, так сказать, кремлевский режим способен нажать ядерной кнопкой, и он этим бравирует. И, конечно, он будет уничтожен, конечно, будет уничтожена страна, та, которая породила ядерную войну, но какой ценой? И эта цена окажется в сотни раз, может быть, в миллионы раз больше, чем та цена, которую сегодня приходится платить за обуздание путинского режима и нанесение военного поражения. Я рад бы говорить по-другому. Я все понимаю. Я понимаю трагедию каждой семьи. Я понимаю боль каждого человека. Я понимаю все, что происходит. Действительно, это нельзя смотреть спокойно. И я просто зверею, когда я разговариваю с людьми, которые в России, так сказать, не хотят ни видеть, ни слышать объективных фактов. Я просто зверею. Но вот мы должны пройти между целой и хорбитой, как говорится, для того, чтобы добиться прогресса, краха путинского режима, восстановления нормальных принципов демократии, свободы в России или в тех государствах, которые возникнут на ее месте, чтобы больше, как говорится, никогда это не повторилось. И, конечно, вопрос станет сразу после победы и после краха путинского режима вопрос о новом порядке в мире, о новой системе коллегиальной, коллективной, мировой безопасности. Мы с вами видим, что сумасшедший диктатор, дорвавшийся до ядерного оружия, способен шантажировать весь мир. И весь мир вынужден с ним, как списанные торбы, обращаться, потому что нажатие ядерной кнопки может привести к несоизмеримым большим жертвам весь мир, чем любая война, даже такая жестокая, которая ведется сейчас путинским режимом против народа Украины. Вы знаете, Геннадий Владимирович, это выглядит, как ураборос. Вот это чудовище, которое сжирает свой собственный хвост, которое невозможно пока что разорвать, но хочу верить в ваши слова, вы знаете, это может быть так вот по-юношески, так максимализм и так далее, там подобное, но хочется в это верить, да, в светлое какое-то будущее. Спасибо вам большое, Геннадий Владимирович. А то у нас, я все-таки думаю, я все-таки думаю, чтобы заканчивать не на минорное, что у нас есть с вами светлое будущее, уж Украина точно есть. Мы верим. Украина и будет и Европа, и часть цивилизованного мира, и получит гарантии и в этом у меня нет никаких сомнений. Ну, хотелось бы, знаете, что... Да, Геннадий Владимирович, спасибо вам большое, к сожалению, у нас закончилось все время нашего разговора, всегда вас рады видеть. В нашем эфире напомню, что Геннадий Гудков был с нами на связи, российская оппозиционная политика.